С начала 2019 года в Нинском округе на учете в Центре занятости числятся 22 инвалида. В прошлом году за содействием в поиске трудоустройства в Центр обратилось 67 человек из данной категории. Большей части удалось помочь. Такую статистику привели специалисты Департамента здравоохранения на заседании Координационного совета по делам ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста. Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения медикаментами и санаторно-курортными путевками жителей региона, а также доступность государственных и муниципальных услуг для инвалидов и пожилых людей, проживающих на территории Нинницкого округа. По данным Пенсионного фонда, на территории Нинницкого округа зарегистрировано почти 3000 инвалидов, третий из них трудоспособного возраста. В прошлом году за содействием в поиске работы в Центр занятости обратилось 67 человек. Часть из них была трудоустроена. Так, 6 человек были направлены на профессиональное обучение. Для ряда обратившихся специально были созданы дополнительные рабочие места. Выделялась и финансовая помощь на создание собственного дела. В прошлом году один инвалид получил единовременную финансовую помощь на открытии своего дела. Открыл ремонт мебели. Было создано два рабочих места для инвалидов, которые также были профинансированы из программы содействия занятости населения Нинницкого округа. Однако, по мнению начальника департамента Сергея Сверидова, необходимо трудоустроить всех людей с ограниченными физическими возможностями, кто нуждается в работе. Пожалуйста, примите все исчерпывающие меры, чтобы ускорить процедуры внесения этого законопроекта на рассмотрение заседания администрации в собрании результатов. Лекарственное обеспечение инвалидов 1, 2 и 3 групп, а также ряда других категорий граждан в соответствии с российским законодательством, осуществляется бесплатно за счет средств федерального и регионального бюджетов. На сегодняшний день у нас заключен контракт на обеспечение льготных лекарственных рецептов. Определён поставщик услуга Даниленской фармации. Все рецепты, которые выписываются в медицинские организации, доставляются в общественные организации. Общественные организации осуществляют отпуск лекарственных препаратов. На сегодняшний день у нас отсутствуют лекарственные препараты, которые находятся в дефектуре, и рецепты, которые не обслужены лекарственными препаратами. Проблем, как заверяют в профильном департаменте, с обеспечением необходимыми лекарствами льготных категорий граждан нет. Кроме того, при необходимости можно рассчитывать на высокотехнологичную медицинскую помощь, необходимость которой определяет лечащий врач. Еще один немаловажный вопрос. Ветеранские организации округа выступили с инициативой авансирования проезда к месту лечения и обратно. Срок рассмотрения в пределах лентения, в настоящее время разрабатывается законопроект, согласно которому планируется авансировать 70% стоимости билетов для этой категории граждан. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.